вот видите ребят что происходит можешь чуть посмелее так это у нас идет трещина так такая же аналогичная то есть с этой стороны он видите что творится шляпная или нет давай выбирай камеру вот так вот выглядит мой новый будущий фургон они от пескоструйные покрашены порошковой но в печке в общем там запекали выглядит все четенько аккуратненько был момент по установке и и вот наклёп тут особо умничать я даже не буду сам youtube смотреть нет там вообще ничего сложного особо нет ребят всем привет сегодня опять у нас видео будем продолжать про ремонт гальчики у нас небольшая заминка короче и заминка и проблема образовалась заминка с тентом короче ребят узнав стоимость тента на мою галечку она составляет на данный момент 25-30 тысяч в зависимости от материала мне посчастливилось вышел я на людей в общем сделают мне рекламный тент но придется немного подождать немного это полторы ну тире там две недели примерно так вот я думаю в принципе это правда там чем 25 тысяч выкидывать и тут ждать полторы недели но работать мне тоже как-то надо то есть поэтому как вы видите я снял свой старый тент сейчас вот сейчас мы вернемся к платформе покажи в принципе как он сел ну давай покажем как он сел наверно позже давай посмотрим что осталось платформу меня за 16 лет просто многие многие скептики это как называется тогда говорили что отчет ерундой занимаешься берешь новую платформу там варишь новый кузов ты сделай на основе старого то есть вари вот эти вот пиши поперечины вот их переварили будете счастье то есть все будет шикарно ну вот ребят хочу вам что показать у меня была такая идея то есть например на новую платформу пускай да на новую платформу в целях экономии просто отрезать как бы свой каркас до 1 и его переварить но ребят каркасу тоже вот понимаете вот здесь труха то есть здесь прям реальная труха вот я сто процентов вам говорю даже если вот здесь болгаркой срезать здесь вот чё тут уже нет ничего творить не к чему понимаете либо например обрезать вот так наваривать но это уже все одну шляпа но что тут краилу приводит к попадал и соответственно переваривать какие-то поперечины вот чего тут можно к чему приварить сто процентов здесь надо по новую платформу короче делать и вот такая история она вот это видите вот это прям сходит пола пластами вот вот сюда взгляни это прям пластами вот пол бортовой платформы уголка вот этого профиля вот а вот видите я даже уже сомневаюсь что я даже с десятку там продам короче здесь самое живое это вот эти вот доски которые пойдут мне в принципе на новый фильм чем будет какая разница их покрашу на перевешу поэтому ребят ну бредовая реально бредовая идея что-то из него было делать вот для тех кто к нам не так давно присоединился вот показываю то есть вот нюансы потом ты вот покажи там дальше там прям серьезные такие нового то есть это вот прям середина как раз там до середины все такая же гневая ну нереально ребят переваривать и потом даже если вообще сделать можно все но почти все даже если этим заниматься на это надо времени гораздо больше чем просто тупо с нуля сварить новый фургон потери времени это потери денег потери работы соответственно я принял решение сделать просто новый фургон но ребят видео сегодня пойдет не совсем об этом у нас в общем приключилась такая беда в общем то ли завелась крыса то ли чего короче мы слова на вчера до позднего вечера все делали ну скажем так во первых вы протягивали стремянки новом фургоне потом снимали тент натягивали его сейчас покажу это отдельная тем как мы его натянули потому что люверсов то нет то есть шрепление нового тента у меня же не засверли они прошу ноутент еще нет соответственно как-то закрепить сейчас я вам все покажу и вот в этой всей запаре короче фургоне старом фургоне я забыл жесткую сцепку забыл ящик который мы снимали с галечки инструментальный я его приготовил в лом его не жалко и целая там такая была вырезанная тонца канистр какой-то там сложен металлолом там стремянки пиленные в общем болты гайки ржавые вот короче все это у нас увели все это у нас увели приходим сегодня мы а у меня вот так вот приоткрыт все я туда заглядываю а там херушки а там пусто там пусто короче вот в том конце замочек только не забрали ну а толку там исключает вот в том конце у меня вот так вот как обычно у меня так стоял жесткость цепка здесь прям с краю у меня вот даже оставить лишь следы от этого ящика блин от ржавого вот и собственно ведро было со всякими стремянками в общем ублюдки твари и мрази если вы меня смотрите вам привет вам огромный привет надеюсь что она вам аукнется вот это вот все мероприятие ваша подлянка вот как-то так в общем у нас сейчас что на повестке дня прошерстить близлежащие приемки металлолома потому что явно это сделал какой-то ушлепок либо либо шлепки скорее шлепки потому что вес тяжелый много всего до вес тяжелый был вот ящик только один из того помощь ну короче ребят это просто ну это не делал это не делал и очень жалко если сцепку ящик талат бог с ним ящик стремянки эти херсти а вот очень жалко что стремянка в лом ушла степка степка да да стремянка очень жалко потому что вещь нужная по новой варить это опять надо время это надо кручить на дверь в общем как то так сейчас мы очень поедем по приемкам все это посмотрим проверим вообще как нас там примут на этих приемках может помординают то есть не знаю вообще чем это все кончится сейчас у нас раннее утро перед тем как мы поедем на приемку я обещал показать как мы закрепили тент на новом фургу очень короче вот так вот это все выглядит как я вам и говорил люверс то есть крепление давай прямо так вот скажу сейчас чё чё хочу показать то есть грубо говоря на старом тенте есть вот эти вот люверс и да то есть окошечки они он все гнилые осыпаются за них скажем так я просто веревкой вот так вот протянул перетянул по всему кузову вот так вот идет вот видите везде тут веревкой перекручена перекручена и в общем-то натянул но единство что тут нюанс очень такой огромный есть вот эти вот ржавые люверс и сейчас я вам покажу с более такого выгодного места то есть вот вот например можете здесь вот наблюдать что подсунута под всеми люверсами картонки это сделано для того чтобы они вот вот эти вот ржавые хренатени не царапали мой новый кузов и просто зафиксированы на скотч и дальше уже протянуты скажем так хвост тента хвост тента он у меня на обычной стяжке то есть вот я его протянул чтобы он не раздувало и вот эти вот штуки потянул как смог к петлям в общем так вот не надо прокататься примерно 2 очень в принципе все держится нормально это да и хорошо покрасить лаком да а у меня был лак бесцветный для этих как он для дисков валялся тут вообще знаешь как все круто я приныгрался открывается закрывается красота ума в ума вот это конечно все хана ему ой там все дырочки там лишь дырень большая я давно-давно где-то шапку дырень большая это больше как ну такая время временное укрытие как такая палатка поводить у меня и на мосту где-нибудь накрыл там как шина тэн то есть как то вот так вот вот номерной знак вот пониже сделай то есть номерной знак прикрутил все подсветочек там сидела но подсветочки еще нет я поднять все вывел а что там скотчем прикрутил провода ну я их в раму чтобы они из рам не вываливать как изотерам закрываю так он до плотники хорошие ну надеюсь короче я так получится прокататься какое-то время очень завтра у меня будет тестовая работа поеду вот в таком виде на первую перевозку надеюсь все пройдет гладко ну то есть в принципе вот эта идея хорошая да вот я вот лишь тут картонки взял на скотчик приляпал чем вот эти вот герои на не тёрли то есть у меня вот так они проложены по всему периметру по всему кузову потому что тем все равно гуляет хоть вот так вот влево вправо они насквозь ржавые царапают краску моментально в общем как-то вот так но ребят я говорю во всей этой запаре то есть вы видите какой у нас сейчас напряженная блин действие происходит да то есть мы можно сказать наверно за три-четыре дня вот таких успехов морской добились и даже на этом блин на этом некоторые отдельные особи пытаются не знаю как сказать сформулировать пытаются на чужом горе что заработали на чужом на чужой 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 недосмотренности расхлябанности что ну да мы по сути сам виноват надо было убрать и все в гараж но все зарабатывалку до воровать плохо короче сейчас выдвигаемся на приемке и будем смотреть искать нашу сцепочку приезжаем на первую приемку металл металл как вы видите а может не видите 20 50 вот одно время он у нас тут стал вроде так быстро быстро расти в гору был 23 рубля я уж вроде так воодушевился думающая до 25 до растет и весь свой чермец дам он нет папер опять вниз в общем приемщики говорят что стали очень много тащить ну хотя чем рассказываю сейчас сами все услышите увидите в общем пошли смотреть так у нас принципе здесь чермет смотрим а так это давно я уже видал вот смотри клафу коробка какая-то это трехметровая причем борта смотри про мавилен и все он даже каком состоянии сдают твоя тоже уже должна там быть старая старая естественно когда к нам подойдут когда к нам подойдут спросит чего тут делать зачем и стремся ты смотри повнимательнее вов нас интересует офигеть шайбы шаг да мне шайбы там ухажки лежат прикинь да я вижу гравера блин какие дули на хрена такой сдавать а нет один гравер то два такие граверы нужно офигеть на хрена такой сдавать лерка плашечка я пойду покупаем м12 магазин ты можешь здесь по весу купить и чем не два гравера что почему три рубля капец вот эти хорошие большие да я пытаюсь трубы кучку роста лишь кучку рудами целого ума здесь они вчера ночью привезли то мы туда найдем может ночью может днем я ящик явно должен лежать в него лично не пункт раскладывает уже там он забилен там вещь радиатор какой-то лежит ну вроде похоже похоже не похоже могли знаешь целую машину привести завалю этот диск можно было отвести на пескоструй и продолжать слушай отверстие даже хорошие не разбитые просто-то зажрал офигеть нормально пескострую покрасиваю на продажу вообще как бы да малинский то чем почти надо вообще помыть просто он столь стульевом 4 вообще комплект вот ящик я был другой чувствуете офигеть вырубка какая раздрасте привет вот это вообще смотреть направляйте новые притом для этих наши для зажигных ящиков просто ждать арматуру вон лежит нарезанные кусочками визе прямо вот это полуфернацию сдают мари вообще там арматуру еще нарезанные кусочки при мне вот надо было для чибуши забивать я вопрос сюда приехал так вот 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 я и говорю смысл держать в гараже ходить спотыкаться приехал сюда нет но поехал на следующую чем там купил по цене лома да блин на хрена тут смотрим какие пластины вот сейчас доставал оттуда этот лазерный резко да да кстати а мне кстати пластины двойки они двоечки чуть побольше две пластинки двоечки надо я бы у них вы купил бы туда пролезть нет вот эта арматура отрезаны они даже смотри скручены проволочкой курортный смотри давай внимательно я смотрю но я только помню ящик и этот и степку ящик вот их пока я не вижу ибо он творит часть движок масле смотри коробки это твои блин вилка смотри нормально не пробитая да тут видишь люди вообще на лодке я видел колодки баки тоже блин холодной спарке можно было ну да и закрой 3 бака слушать сервис какой пал по 8 рублей потом их загнать на вид на как новый дайте по пятерке еще один типа не придут уже не замажешь помену можно замазать мне кажется здесь нету ну как-то так определить ну во крайней мере я не вижу давай просто просим самый хороший вариант спросить кстати она возможно это даже если она лежит в товаре а ящик лежит наверно для всякого барахла посмотри ящика домкрат разбитый скорее всего ну логично как бы спич такой хороший товар не положить близко к секула поэтому я и говорю сдам все нафиг да надо держать это тоже все думаю надо сдать на плане ну не все умеет станина я держу станину думаю кому-нибудь под шашлычницу и разбили она вопнутая ее можно соединить идею разбили то ворону боковинки целый вот 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 отлом ничего так это отломан то этот рычаг вот пока нет целый его целое те вот эти нужны мне нет ну люди 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 спрашивают не шпать мне нет да вот стоит столе ну сходи но мне кажется она вылежал в серединке а ящик по-любому под металл бы закидали бы давай спросим за спрос день наберу просит ты спросим компьютер да куда мне солить что потом также отвезешь сюда у меня металлопрокат сколько кто-нибудь леса бы сдал бы я приехал выкупил но это стойки только дали здесь изменилось здесь вы по-другому цепку до косынку так вот самоварива нет нет да да в один раз привезли в том году нет это вот был дня два назад день может дадим два дня мы не вывозили вот смотрите ищите были жалко варил свое время так-то хрен с ним лучше бы деньгами им отдал нам года два назад привезли тоже сцепку здесь поставили потом вот вот на той же территории ну да приходят ребята оттуда поэтка наша то есть они за стоянки стоянки сзади обошли все выгрузили машины заехали недалеко поехали эти ребята видимо более грамотные уперли другую прием ладно тогда давайте все перетарены и вообще не принимают по два по три дня говорят что в мае возможно будет повышение видимо придерживается спекуляция она на стырке это вот вдоль дороги да там в дороге да она там до вечера работать за круглосуточный помню что или нет ну там да сейчас перестал работать 22 по моему в общем короче ребят ну на этой приемке мы ничего не нашли но в принципе скажем так это приемка ну по крайней мере я ее расцениваю как такая наша дружеская приемка то есть дружеской при на дружке здесь как бы ребята адекватные работают они не принимают абы что у абы кого то есть и работают они скажем так не круглосуточном пешком пойдем до 204 жарова скажи прям вот 24 часа то есть я легко и может быть сюда принесли потому что ну сами подумайте это прием камера закрывается в 6 или там в 7 вечера да а это злодеяние было совершено уже учитель ночью наверно когда темного было соответственно либо утром либо но есть смысл все это барахло тащить на круглосуточный прием сейчас мы в общем по круглосуточным и пройдемся а это прям куда нет стоянка он осмари номера вот она лишь собаки любят а это наш знакомый на которых да 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 тоже вот наш прием очень классе делать не вовремя мы может выезли уже блин жалко капец что так не сдают а привет подскажи мой фургон меняли у себя да и не приносили сцепку жесткую не сдавали нет ну такого на вид ничего не был подобнее не был жалко блин сам делал варил сперли не досмотрел видишь чё с металлом сейчас горит это немножко до 23 рубля большинство уже 21 рубля не знаю что дальше то будет в рост или не в рост поломочек продает не только у нас пластинка тут он тоже лежит палец толщиной пластина то же самое которые это от него или вот я говорю вот опять же еще раз убеждает смысл вообще держать уголок ну да прям уголок искал до приехал купил нет ну здесь не продают не продаешь здесь разве только у нас при а они сама будет продавать они там сортирует тебя а у вас то что хороший товарный вы это сдавал на не отправил на федер 53 на штамм база сейчас есть человек только займа садила не понял нет на самом деле это лучше жалко сдавать что там такой да этот машин сервис не хрен на себе подшипники цепочки какие он-то пошли лан дальше посмотрим она давай давай скоро приедем стараться на вас нет нет дверь не наша сцепка наша была сцепка на грузовик пропала не видел никто ничего не видел ну обычно такой треугольник косынка а где а куда скажи куда но мы его удалим мы тебя не будем публиковать вас вообще ты скажи где мне просто цепка важно я лучше деньгами отдам соцгород а где-то ребят в общем дали нам тут на колочку одну в общем товарищ вот которую мы сейчас на дороге встретили замазанным лицом но он попросил его не снимать вот то есть мы его замазали их соответственно обратились к ним спросили то есть видели они что-то подобное короче вчера на одной из приемок он как раз таки вот видел сцепку уж не знаю горит твоя не твоя но съезде попробуй посмотри в общем там три приемки они рядом расположены друг с другом то есть соответственно где-то то ли в гаражах то ли там сады какие-то хер его знает очень он не объяснил если это так то прям спасибо ему огромное вот то есть сейчас очень едем туда проверим если там это есть ну естественно все вам заснимем да мы и так все заснимем если этого нет у нас есть еще на примете две приемки которые находятся непосредственно близость отсюда но честно говоря мне кажется вряд ли адекватный человек там вор скажем так где совершил правонарушение преступления там же и сдал ну потому что это очень легко найти вычислить и так далее на приемках в основном вот по крайней мере на которых мы сейчас были там висят камеры видеонаблюдения поэтому явно сцепку ящик тащили не руками а на машине ну даже если руками то все равно камеры здесь помощнее стоят и в общем все это можно разглядеть я между лицом сейчас очень едем на эти приемки и посмотрим то ли это сцепка и вообще если какая-то там если там сейчас если там вообще сцепка да ну что он просто мы за ними не следили ну опять же понимаешь человек как бы отдать ему должное он так подошел вроде они спросили ваша горит дверь блин мы говорим нет сцепка наша и он так зацепился говорит а какая сцепка и подошел тип к нам вот говорит видел я тут одну вот проедете туда-то поэтому поэтому проверим вот это 2 ой да какая нас пошел я уже сбился какая по счет приемка сейчас здесь посмотрим лево-низ лево-право и ничего не продали вот тут уголки-то ухренеть чё люди дожрались гаражи уже сдают без калитки смешно он разобран по болтам и он весь подписан блин прикинь я не вижу хренеть и он живой прям листы живые листы прям живые хорошие он разобран весь по болтам то посмотри какая тут вон там этот тоненький пойдем ладно вот капот газельский вон листы знаешь зад 6 так в общем ребят на этой приемке тоже глухо но приемщик адекватные весьма товарищ говорит мне ребят сцепку точно никто не привозил горит вот пожалуйста посмотрите ничего здесь такого подобного не было лом не вывозили вот все как как лежит вон ван сколько блин офигеть близенького смотри какая высокая на вот ваван пока я ходил с приемщиком общался вован вам наверно показал гараж со русский да он по болтам разреза хорошего качества нормальный лежит в приемке за 23 тысячи сдали блин капец ну да ну бывает такое нам было за 23 тысячи короче сейчас заезжаем на приемку здесь еще есть по соседству она 24 часа посмотрим там но есть большой нюанс вчера здесь был ломовоз точнее вот куда мы сейчас заедем вот она прям соседние по хрене здесь лов паре 20 рублей как бы прокануться так но ты можешь вот перед воровом в тенёк встань о их может смел заезжать в у меня куту разворачивать ну что ты лаешь нифига себе там площади морж воды Продолжение следует... 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 тебе это не распродадут же приемка авторазборка что 1 2 нет вот у меня как раз по той проблемы основные здесь но это что-то сразу же вечер даже в этих самых ну в каких местах у меня погнуты здесь все цело ну и тоже без гастроев там тоже будет где-нибудь металл удохну или это просто пока так не видно были на я не знал что есть разборки я на десятку неожиданно не желтый волк я понял нет нигде вот так вот здесь нужно и стоит может даже не открывать эту трубим ремонт 100 процентов то дверь намного живее было она уже крашена вот желтый опять вот желтый еще есть и кстати тоже по моему только пассажирская а нет смотри там еще вот это есть водительская вот желтый в идеале ну в идеале в идеале нет вот дырабля сквозная у нее вот и здесь тоже кусок буквально есть блять у них у всех почему-то пассажирский водительский тоже больше открывается ну да а вот вот тащит мужик металл вот он и значит нам за ним наш клиент дойдем а вот за маршруткой встань вон приемочка сейчас мы туда еще сходим здесь по моему платная парковка да ладно да ну правда не по часам здесь платная парковка ну да ночная днем-то можем ставить т.д. о так на зл. дорог м здрасте это подк— л чем не в в на в и Что-то спёрли. Нет, не революка. Ну, если принять, или она будет валяна. Что ли вчера? Вот вчера. Ну, кто-то сказал. Сюда не потащит. Это далеко. Да мне тоже кажется. Да может, по машине улететь. Я уже рядом с площадью, там пакера приёмные. Там смысла нет. Сюда оттащить. Если спиздали, скорее всего, эти упражнения. Мы там уже были. Да, вот мы с них и начали. Там нет ничего как раз. Ну или уже вывезли. Ладно, спасибо. Там есть сборный-разборный мангал. Складывающий самодель. Не знаю, как профилёк. Профилёк. Они все, только они коротенькие все. Ну, блять, вот надо что-то сварить, как они кронштейн. Да не зато крашеные уже. Ну, ты когда сваришь, что он красить не будешь. Приёмка, толку никакого. На одной приёмке лишь мы нашли только что-то такое, более-менее похожее на мою сцепку. Ну, точнее, просто по названию сцепку. Вот. Но она, конечно, далеко от моей. Моя была более совершенна. Совершенно. Вован, вот, кстати, видео. Ты или в начале видео, да, или как-то. Скинь ребятам ссылочку, чтобы они посмотрели. Видео про сцепку, которую я варил. Вот, которую у меня сейчас умыкнули. Видео про неё. Оно есть на нашем канале. В самом-самом начале. Да, уже давно. Когда у нас был там, по-моему, мы радовались там. Вон, ты же под двух. Ты там даже меньше был, по-моему. Там был человек 300, может, читаться. Ну, да, мы каждого знали лично. Да, мы чуть-чуть там не лично каждого знали. Вот. То есть, а сейчас маленько уже, конечно, это. Обросли ширком туда-сюда. Но мы в любом случае, как бы, стараемся отвечать на все комментарии. Прочитывать всё. То есть, фиг знает. Вот, говорю, седьмая приёмка. Ни хрена, ничего нету. Никаких следов. На двух или трёх приёмках уже лом вывозил. Ломовоз. Ну, её не вывезут. Скорее всего, да. Её не будут вывозить. Её просто куда-то пока поставят на продажу. Даже может и прятаться не будут. Её просто выставят на продажу. Всё. Да, я могу вообще даже... Понимаете, это я, как бы, вот, ну, мне как-то, не знаю, я к вещам прикипаю. Мне вот, если бы вот просто спёрли, например, этот ящик сраный, блин, да, который, кстати, я в своё время тоже подрезал, но подрезал его у нас в конторе просто выкидывали. Ну, в кучу. Там офис, короче, переезжал. И этот ящик, я такой говорю, вы его куда? На металлолом. Я говорю, ой, не надо, дайте я его заберу. Инструментальный ящик себе сделаю. Я, короче, забрал. То есть, по сути, он ко мне как пришёл, так и ушёл. Хрен с ним. Я бы даже за него не поехал по приёмкам там видео снимать. Но со сцепкой у меня как-то другие отношения были, да. Потому что она меня один раз прям очень здорово, жёстко выручила. Я когда ехал с Мордовии, у меня пробило прокладку подголовки блока, и меня на этой сцепке, это вот было прям её такое крещение, допёр до нижнего со скоростью 100 км в час валдай гружённый, удлинённый. Не знаю, это было крайне, ну, давно уже, короче, лет, наверное, 6-7 назад. Если этот человек меня смотрит или как-то там следит за моей судьбой, историей, я думаю, он вспомнит жизни, да, вот. В общем, эта сцепка меня реально выручила, и она реально выдержал всё это испытание. Арзамасская трасса у нас такая, ну, кто знает, да, вот кто Нижегородский, да, с Нижегородской области. Арзамасская трасса, она вся у нас то спуск, то гора, блин, вот такая вот, да. Валдай был гружённый под завязку. И, несмотря на это, он взял меня ещё на хвост на этой сцепке. То есть, соответственно, тормозная система у меня вообще отсутствовала, ну, да, как бы я на жёсткой сцепке. Вот. И он как попёр, короче, а ему тяжело в горку заезжать. И он... И я вообще там чуть не посидел. Короче, он с горки разгоняется, блин, до 110, у меня спидометр работает. Я зажигание включаю, у меня, бли-и-и-и, вот так вот стрелка, короче. Вниз разгоняется до 110, чтобы ему заехать в горку нормально, понимаете. Но у меня, конечно, был такой этот трешак, я прям ногу держал на тормозе, ну, придерживал. Думаю, мало ли сейчас что-то у меня там... Потому что варил я сам, вот, мало ли вдруг где-то что-то там оторвётся, вот, и я куда-нибудь, да, в овраг какой-нибудь улечу, блин. Вот. То есть я очковал. А он, кстати, вот, водитель, да, с Малдай, он мне вообще говорит, пошли ко мне, у меня тепло, нормально, а это зима была. У меня, говорит, тепло, нормально. Я говорю, не нафиг, ты что, вдруг сейчас оторвётся, она вообще в неуправляемый полёт полетит машина. Он говорит, ну смотри. И, в общем, я 200 километров вот так вот за руль держался и видел перед собой ворота в фургон, короче, просто вот, в полутора метрах от себя просто вот фургон, и мы двигаемся со скоростью 100 километров. Он меня довёз до Щербинок, там мы отцепились, ну и там, в общем, меня уже встретили. Вот. Короче, прикипела я к ней, выручала она меня, а сейчас какая-то подлюга, надеюсь, она и поперёк горла встанет, у меня её спёрла. Обратился, вот он ко мне, просто сказал, друг, я у тебя собираюсь спереть сцепку, дай мне за неё 300 рублей. Я всё равно больше не выручу. Мразота. Ну а сколько? Она весила, наверное, у меня килограмм 25-20. Да. Она не более тяжёлая, твоя жена в хозяйстве больше нужна. Ну, тяжёл сцепкой об тоже не стал делать. Она сварена из толстостенной трубы. Ну, короче, Вован там либо фотки, либо видео там скинет, когда её делал. Потому что кому интересно, посмотрите. Уроды. Уроды, да, просто уроды, твари. Что они за неё выручили там, я думаю, не больше пятихатки. Рублей, может, 300-400. Две шаурмы, блин. Козлы. Твари. Я не знаю, что ещё сказать, прокомментировать. Сейчас мы едем в последнюю приёмку на сегодняшний день. Если там нет, ну, значит, значит, нет. Пускай поперёк горла встанет, как я уже говорил. Вот. В общем, вот как-то так. Но на самом деле, ребят, виноват я и виновата моё. Ну, если вот... Ну, как так может быть виноват? Ну, я виноват, вот. Потому что надо следить за своими вещами, а не так разбрасывать. Надо было сразу всё убрать. Брать чужой тоже нельзя. Но брать чужой тоже нельзя. Я вот иду у нас по кооперативу. Лежит блок. Двигатель лежит, короче. С коробкой. Но он лежит около гаража, понимаете, как бы. Понятно, что это, возможно, металлолом. Но у меня в мыслях не было его себе забрать. Потому что это чья-то вещь, понимаете. Ну, блин. Красть грешно. Несмотря на то, что мне в комментариях пишут, что вот там жидяры, цыганы и прочее. На самом деле, для меня впадлу взять у себе подобного. Ну, бог с ним, короче. Козёлу. Ну, всё, что могу сказать. Короды. Да. В общем, едем дальше один. К этому не обширна. И всё, не огромная. А вот, вот, вот. Таких два уголка красивеньких. Да, бледырявые. Там, аккуратненькие, да? Да. Скульплану пофиле, от них моего. Мы сейчас уезжали, он стоял. ну так мы давно увидели ничего похожего не знаю что такое не видно ты снимаешь там засвечена у тебя в камере короче ребят на последней приемке у нас что-то не получается ничего посмотреть потому что здесь закрыты ворота если только вот так вот в камере заснять а ты это потом потом на видео при монтаже посмотришь было чё или нет все посмотришь потом сейчас тишину пойдем что-то делать и тут или скорее всего там по солнцу снимал там все засвечено я трубы только вижу они повыше делали они повыше по умнее мне это может отсюда в полиции полез может попросим при открытии так они какого-то ящик пандора на каком основании придержитесь ментами откроем ли пойду просто на дурака спрашиваю нет это ребята не с этой приемки получается не посмотрим да мне кажется здесь хануриков не принимают слишком все мажорно чтобы хануриков принимать думаешь стопудово очень много этих движений надо на весы зайти 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 заехать да не знаю а потом с этим барахлом тащиться на прием не она слишком палевная слишком тогда и камер тут полно и все это проще вот там где-то ждать плакала моя степушка тебе надо на авито посмотреть авито я уже смотрел и все посмотреть меня через пять либо подходить к каждому газелисту в гараже и вот такие трубы лежат его упаковку и так скрываешь такой удобненько как раз себе на новую степку чтобы сварить восьмая приемка успеха нам не принесла вообще мы туда не попали вы видели да закрытые ворота там история такая что надо сначала автомобиль завесить а потом они идут уже открывают ворота и ты все это барахло выкидываешь но я так думаю что вряд ли туда что-то сдавали потому что больно сложно ну потому что да там очень все так муторно и плюс надо на территорию там въезд платный пешком то прошли там на 20 рублей заплатить что-то там пропуск выписать короче долго это все нудно короче в общем вот так в общем плакала уехала моя сцепочка если где увидите маякните мало ли кстати аптечка а я буду периодически шерстить авито хотя зачем это сказал да может может кто это сам ну ладно не буду я шерстить авито выкладываете не бросай меня в терновый куст да а